на трех амперах добежала до 16 и 1 вольта батарейка вот сделал подпор до 16 4 вольт время 10 минут 5 теперь кто вперед либо вымпил нам подскажешь что заряд окончен ох ты 16 5 хочет прыгнуть пойдет 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 пусть разгоняется либо выпил нам подскажет либо будет падать напряжение это будет нам знак о том что заряд окончен давайте продолжим нашу работку это позволит нам отбить те кристаллы именно отбить которые мешают хотя бы не отбить вернее а отслоить немножко от поверхности пластин и освободить рабочее пространство для того чтобы эти сульфаты застарелые они растворились ну давайте опять не будем помните про паровозы сделаем приостановочка еще один мой рабочий день подошел к своему завершению на сегодня хватит вот так две батарейки две батарейки осталось добить по циклу и а наш серенький премиальный ось уже тоже не хочет брать заряд так отключаем от зарядного сегодня замерим плотность тестером не будем больше заменять пока не вижу в этом какого-то смысла и полюбуемся на плотность так плотность 1 126 почти 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 в районе 126 также ставим его на китайца и оставляем на буфере пусть буфер поможет нам размягчить суфатики вот он загорелся и включаем он моментально перешел вов это хорошо он будет держать напряжение в районе 13 с половиной вольт и поддерживать саморазряд батарейка будет постоянно в постоянном тонусе как бы тонусе и это поможет нам ослабить эту корку сульфатную которая там образовалась мы будем надеяться что у нас все-таки сульфаты они какие-то другие примеси которые могут образоваться в результате раздела серной кислоты если там у нас сера на пластинах то будет все гораздо печальнее сложнее ну чтож хребну чайку на дорожку наверное подожду клиентку нужна клиентка приехать забрать свою батарейку ровно в 6 помещал и также поеду домой до дому время по 11 с утра уже 4 клиента давайте займемся нашим заморожен заморозащим пока не началось на улице минус 23 и народ очнулся так видим плотность 127 127 сейчас мы продолжим с ним с этой батарейки давайте сделаем тест продолжим с этой батарейкой эквализащим и посмотрим как будет как попрет плотность как я уже говорил у меня подозрение что батареи батареи все-таки пизданули электролит так видим 17 процентов и но нрc у нас потому что такое потому что батарея стояла на буфере буфер потихонечку разбивается фатике отмачивает ну грубо говоря обмачивает размягчает так где у нас вот сделал резиновые провода чтобы они тянулись так цепляем на тот же вимпи волк вот так вот 13 и 2 и включаем его в бортовую сеть так начнем опять с трех амперчиков и посмотрим до какого напряжения долетит нас наш нозик так ну погнали наши городских а я пока займусь своими основными делами час тридцать два простоял нашлось на до заряде давайте замерим на очередном до заряде давайте замерим плотность так вот нас у нас 127 127 и сделаем следующий трюк или не трюк блядь короче сейчас я сделаю отбор по 30 миллилитров для начала электролита и корректирую 30 миллилитрами воды дадим батареи отстояться и думаю что сегодня еще сделаем один клетки отсоединяем и думаю что сегодня успеем сделать еще один дозаряд и посмотрим за динамикой плотности как я уже говорил у меня есть такое смутное подозрение что в этот аккумулятор залили все-таки воду и поэтому давайте поступим именно так терять нам как я уже говорил нечего батарея показывает не крутящие результаты поэтому это я ставлю не эксперименты я вы просто пытаюсь догребсти до истины в том плане в батарею привезли с несколькими неизвестными судьба этой батареи не кроме года производства мне ни о чем не говорит поэтому давайте будем пробовать пытаться поставить ее на ход электролит такой слабо красный оттенок 127 плотность имеет давайте сделаем попыточку с корректировкой плотности наш зимородок отстоялся три с половиной часа удалил водички у него как видим плотность сейчас у нас 125 и давайте сделаем сегодня еще один дозаряд перезаряд так мрц 13 1 и подключаем зарядное устройство все поехали так здесь с этой батарейки у нас все в порядке так этот у нас так этот у нас этот у нас этот у нас так уже отключая а забыл вам же это не надо нам надо вот это вот время без 27 наш вымпилок проработала 3 часа 18 минут с нашей с нашим тюменским отморозком как видим делал подпор до 16 с половиной вольт подогнал до 4 с половиной ампер и началось небольшое снижение но как я уже показал время немного пора собираться до дому давайте замерим плотность после корректировки так и видим что плотность у нас 126 126 небольшую корректировочку сделал так давайте посмотрим температуру термометрия есть но в пределах как бы нормы на этом сегодня работу заканчиваю отключаем зарядник с этим тюменским и на ночь оставим его на буфере только буфер сегодня будет у нас в роли буфера выступать 15 вымпил разницы нет на каком буфере болят крещеную палец да где наш зубилочек подключается подключил вымпел сразу он перешел в режим буфера и будет потихонечку поддерживать наш нашу батарейку в стабильном таком состоянии стабильно напряженном состоянии это нам позволит довохматить эти сурфаты размягчить их и завтра продолжим работу с этой батарейкой обмороженные с утра снимем параметры и продолжим работу а на сегодня это все 16 или 17 часов простоял опять он на буфере наш этот он тюменский 8 давайте отключим зарядное в первым делом замерим плотность плотность 126 126 и давайте снимем показатели по тестеру показатели параметры или как по другому но 620 ну видим явный прогресс 29 процентов 335 ампер батарейки выдает ну чтож продолжим наши эквализе шины до заряды подключаем в импевочек и ставим 3 ампера так чего у нас 17 вольт и посмотрим до какого но за будет разгоняться наши теме сегодня продолжаем работу легко и просто блять до 16 с половиной вольт доехал тюмень доехала за 37 минут уже но по цель на до заряде и все как бы неплохо два часа прошло сначала заряда и наш ух ты блять не туда наш тюменский да 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 наш тюменский хлопчик подсказывает что заряд окончен вернее подсказывает нам бемпел давайте замерим плотность в этой батарее в нашем плотность 126 честно говоря интереса мало работать с ней уже приезжал клиент не дождался моего звонка вот у меня такое стойбище организовалось сейчас надо как бы работать с более эффективными батареями но раз уж взялись за него давайте постараемся довести это наше дело до конца так ах ты ёперный театр он-то идет еще заряд я гляну на другую батарею заряд идет но в принципе мы прекратим потому что падение составила 0 2 вольта два часа вот прошло после начала заряда давайте остановим заряд и дадим батарейки отстояться батарея никакой термометрии нет холодная поэтому даем батарейки отстой пусть поработает инертный заряд пару часиков продолжим работёжку наш друзья вымпил был занят другими делами пролетела почти три часа и так и куда я его влечит воркнулся здесь нет не здесь здесь а здесь и теперь переключаемся опять на нашего влася давайте сделаем еще один дозаряд на сегодня и будем ставить опять на буфер так включаем зарядник и вот такой бег по кругу у нас получается будем надеяться что еще несколько забегов и батарейка начнет у нас немножко дышать оживать наш умный подсказчик говорит что заряд окончен подпор не делал прогнал на 16,3 вольтах и на 3 амперчиках давайте отмечаем зарядное устройство на сегодня хватит замерим плотность в любой из баночек так видим 1,27 друзья видим 1,27 1,27 давайте эту баночку произвольно ну то же самое 1,27 так так давайте ради спортивного интереса замерим замерим смерим или замерим параметры мы придем к победе социалистического труда или нет 620 35 процентов видим 370 ампер все еще большое сопротивление 7,45 так ну что оставляю также на буфере так сегодня у меня блять эти все заняты они будут работать в ночную смену опять оставим на 15 вымпеле неплохо он справляется с буфером поэтому подцепляем прицепляем или что мы что мы там делаем и завтра с утречка давайте сейчас буду собираться домой а нет еще до дома рано сейчас сделаю диагностику вот этих вот тоже заморозить сниму с них параметры и завтрашнего дня начну с ними работку эти практически все готовыми завтра полетят в работу но это будет завтра сегодня мы съемку завершаем да чуть не забыл с башки с башки вылетела сейчас я сделаю еще одну корректировку еще сделаю один отбор по 30 миллилитров электролита и долью дистиллированную воду смутное подозрение все-таки у меня остается что в этой батарейке присутствует лишняя кислота лишний электролит который систем что батарея очень долго стояла отложился на стенках в виде такой хороший коросты сульфата чем больше электролита тем больше конечно сульфата сейчас потихонечку мы этот электролит будем отпаривать отсваивать и электролит блять сульфаты и превращать его в нормальный электролит поэтому сейчас сделаю подбор по 30 миллилитров корректирую водичкой завтра с утречка замерим плотность что нам принесет буферный дозаряд ну буферный плюс вернее инертный плюс буферный дозаряд и посмотрим в каком состоянии будет плотность но после корректировки мерить сейчас не вижу никакого смысла потому что сверху будет водичка а завтра с утра посмотрим поглядим утренний обход завершил и последний в нашем списке наш зимородок тюменский тюменский зимородок с рогами давайте замерим плотность так плотность 125 они 124 124 перед отъездом сделка корректировочка давайте быстренько замерим есть у нас продвижение линии паров параметра и продолжим продолжим так 37 процентов 380 пусковой 727 сопротивление по-прежнему большого нсс 1348 так на что подключаем выпивок и дадим еще одну звучку этому упрямому осяре так 13 и 4 включаем зарядник все поехали дальше ухты здесь у нас сюда идет разгон не по-детски вот так вот ограничим 2 и 2 амперами и напряжение 16 8 здесь у нас немножко не так как хотелось бы поэтому ну ладно здесь посмотрим еще продолжаем работу как видим наш тюменский зимородок разогнался легко и просто на 5 процентах уже до 16 7 вольт это говорит о том что батареи появляется здоровье что наша батарея потихонечку оживает но насколько она живет будем посмотреть дальше друзья 2 часа 41 минута проработали мы на вымпили падение составила 0 3 вольта 0 2 я еще смотрел и как видим до 16 4 напряжение у нас упало поэтому отключаем зарядник так сразу хочу сказать что ролик получается очень длинный ну кому не нравится время этого ролика ну ставьте на полтора на два на три скорость ну есть это для тех кто торопится а для тех кто имеет желание понять суть зарядки как это все выстраивается как это может быть ну смотрите нормально и перенимайте опыт абсолютно бесплатно ребяту дарю отключаем зарядник и отключаем от зарядного устройства время у нас час дадим батарейки пару часов отстояться и продолжим бляха муха надо же замерить нам плотность давайте замерим плотность что нам до спешка нужна при вовле блох и особенно при поносе так видим уверенных 126 уверенных они 26 с учетом нашей вчерашней корректировки так давайте еще здесь замерим до 126 на 100 пудовых пусть батарейка отстаивается и а мы будем заниматься непосредственно другой работой которой хватает наша батарейка отстоялась 4 часа давайте сделаем замер тестером а вначале давайте замерим плотность расхерачиваем украинский ориометр опять и плотность 1.26 у нас 1.26 плотность пока не меняется давайте посмотрим продвижение по параметрам для чего мы делаем отстоя ну в первую очередь для того чтобы у нас поработал инертный заряд нет это во вторую очередь а в первую очередь чтобы во время отстоя уменьшилось сопротивление батареи то есть эдс освободился эдс для того чтобы принимать заряд так как во время заряда эдс у нас выравнивается с батареей и пойдет вторичный электролиз так 48 процентов 430 ампер батарея выдает в принципе 430 ампер как бы как бы до минус 20 градусов до минус 20 градусов полтора литровый двигатель этого пускового тока току вполне достаточно для того чтобы запустить двигатель подключаем наш лампировок и продолжаем работу еще один дозаряд сделаю время 4 часа выкурю сигаретку кружку чая и надо сделать 5 клемм 5 клемм 1 2 3 4 5 тяжело и неказисто жизнь казахского аккумуляторщика вперед парни час 51 мы еще проработали на выпили падение на 0,1 вольта но вымпел нам заявляет что заряд окончен поэтому мы его отключаем время концу рабочего дня и подключаем наш бонусный бонусный буферный заряд так давайте замерим плотность плотность у нас почему-то 1,25 почему-то причем при том батарея холодная термометрия нет ну-ка давайте еще в этой баночке опачки плотность также 1,25 надо подумать что это было а напишите в комментариях что это было я то уже понял что это почему у нас плотность уменьшилась так оставляем до утра до очередного утра вот такая ебли с пляской происходит с нашим лосем а что делать что делать надо запустить батарейку в работу так но у меня еще работки на час доделал и так же поеду отдыхать 12 часов дня и только появилась возможность добраться до нашего нашего лося так давайте уберем буфер замерим плотность плотность 1,27 уверенных блять настраивайся видно да уверенных 1,27 давайте посмотрим что нам скажет батарея по параметрам а 620 реактор только что меряем 48 процентов по суху 432 ампера батарея выдает 13,51 6,40 сопротивление так ну что сделаю еще один еще одну корректировку отберу по 30 миллилитров и сделаем еще один дозаряд и по всей видимости эту батарею я буду отдавать клиенту 430 ампер есть до минус 20 градусов эта батарея будет уверенно крутить и я думаю что больше с нее у нас уже ничего не получится ну давайте сделаем еще один дозаряд для полной уверенности и будем заканчивать наши ролики и в конце скажу пару своих мыслей по всему этому поводу кстати вот вот вчера сказал что пять клемм будут наваривать они хлистанулся результатом своей работы вот пожалуйста примерно так выглядят новые нарощенные клеммы друзья после последней корректировки сделал еще два дозаряда и плотность у нас сейчас 1,25 ну настраивайся вот так вот 1,25 на сегодня это все завтра я думаю сделаем еще один дозаряд также ставлю его на буфер выбиваем последний раз вытаскиваем с нее с этой батарейки плотность добьемся плотности 1,27 и на этом работу с этой батареей прекратим посмотрим на параметры что получилось и я считаю этого будет вполне достаточно работы как видите очень много завалили просто батареями на отогреве еще стоят очень длинно мы работаем с этой батареей но что хочу сказать что вот эти вот приемы которые рекламируются они вряд ли бы что-то смогли с этой батареей сделать ну как видим батарейка она изрядно поработала и поработала возможно в перезаряде батарейка полгода стояла в разряженном состоянии пока ее не заморозили и привезли ее абсолютно поэтому те параметры которые будут завтра которые мы снимем показатели они будут реальными в том плане что больше с этой батареей мы ничего не вытащим в 3-х литровую банку 4 литра не залить так и с этой батареей у нас все что получится останется будем так говорить на видеозаписи и в нашей памяти ладно голова гудить надо доделать еще кое-какую работу и собираться домой батарейка отстоялась 16 часов на буфере после этого снял с буфера дал отстояться батареи пару часиков и давайте замерим наверно показания тестером и плотность нашего заморозыша так плотность 1,25 после последней корректировки напоминаю что сделал три корректировки по 30 миллилитров отделял электролит плотностью 1,27 и разбавлял дистиллированной водичкой так так вот так вот ну что ж батарея показывает 61 процент 488 ампер сопротивление 566 так ко мне кто-то подъехал давайте друзья пока не успели они зайти ставим на выпивок и делаем еще пару заказов до зарядов для поднятия плотности пойдет потихонечку сейчас так вот так вот на 3 амперах нашего сара легко долетает до 16 7 вольт уже порядка наверное минут 15-20 с этой работ с этой батареи мы работаем и все идет неплохо окончанием наших мытаж будет понятие плотности вытащим хотя бы 127 этого будет вполне достаточно друзья каждый дозаряд не стал записывать потому что и так ролик вытягивается вверх до бесконечности сделал сегодня 3 до заряда со стоями в районе часа полтора ну все как обычно смотрим на поведение батареи на поведение вымпела все как старые древние времена давайте замерим плотность сегодня замеры тестером делать не будем потому что они будут некорректные так плотность у нас 126 половиной в этой баночке в этой в районе от тоже 126 половиной 126 половиной по всем банкам такая плотность немножко сделал перебор скорее всего с корректировкой но это ничего страшного потому что те то кислота которую вероятнее всего залили в этот аккумулятор мы ее еще не выбери не всю и часть этой кислоты она в в процессе эксплуатации она вылезет из пор пластин и плотность у нас увеличится уровень у нас электролита в норме плотность будем тоже считать норме завтра утром сделаем замер и я подытожу ролик какой какие мысли с утра выскажу потому что с вечера у меня мысли только домой сегодня работа моя закончена все что наметил завершилась завтра должны подтащить еще штук 5 что ли сказали 4 или 5 батарей с клеммами климки будем паять ну на сегодня это все друзья ну все решил что с этой батарейки хватит работать давайте замерим плотность для начала посмотрим что у нас плотностью плотность 127 по всем банкам не будем пробегаться плотность прыгает 126 127 это сделал ну вот здесь вот тоже самое 127 снимем показатели что нам это батарейка обычная кб 620 ампер ну как видим 64 процента конвей просит заменить но порядка 500 ампер в этой батарейке есть 497 5 пусковой ток 556 сопротивление и видим отличная нрц нрц 1285 давайте отвечу на звонок и продолжим нашу историю как видим показатели для того чтобы после того что переживает а батарея я считаю что отличная батарея будет крутить до минус 25 градусов раскручивать полторашний двигатель стоит по моему на двенашки она двигатель инжектор маслица зимняя и минус 25 будет заводить но клиентам клиентов всех предупреждаю что сильно не радуйтесь тому что у вас машина запускается минус 25 один раз завелась минус 25 второй раз завелась минус 25 заносите домой потому что аккумулятор это у нас не электростанция и основное предназначение аккумулятор это все-таки аккумулировать энергию так как зимой аккумулятор практически не принимает заряд а только отдает на третий день при минус 25 вы уже возможно не запустите свой двигатель и вообще ну по идее вот этот весь советский русский украинский казахстанский узбекский ведропром который там эксплуатируется в основном у нас друзья берегите свои батарейки заносите их домой примером ниже минус 20 градусов занесли батарейку отогрели утром она заведет ваш автомобиль как летом без всяких напрягов батарея за время отстоя простоя и отогрева она полностью раскроется все что в ней есть и легче будет прокручивать свой ваш мотор так ну что еще хочу сказать напоследок друзья как я уже говорил там в центре ролика что я противник вот этой всей вот этого всего драчивого которое там предлагают многие товарищи нам или не товарищи хуё знает это все мною пройдено друзья и на своем канале я буду рекомендовать только те методы которые проверенные мной и которые приносят оптимальный и самый эффективный результат кто хочет дрочить дрочите на здоровье я разве против но с теми показателями показатели все вы видели после первичной абсорбации после первичного заряда если кто-то покажет мне результат лучше чем вот этот по итогу то блять вот перестану видео снимать перестану укладывать ролики знать все вы победили но сразу скажу хуй вы победите тем товарищем которые которые ориентируются на время бля как от который рекомендуют работать по времени тоже хочу сказать идите на хутор бабочек ловить блять нету такого что блять надо защищать два часа и поработать два часа вы видели что даже с этой батареей один цикл проходит за три с половиной часа второй цикл уже идет за два часа третий цикл были полтора час какого хуя вы советуете блять с красным фломастером блять с волосатыми своими лопищами блять которые тяжелее хуя блять ничего не держали блять и которые не знаю что такое электролит и что такое кислота блять учителя разгорячился парня блять не к добру ну что хочу напоследок этого ролика сказать друзья сбор на камеру идет полным ходом еще осталось около десяточки нам собрать и я надеюсь как только деньги соберутся они ложатся на карточку моей супруги оттуда они никуда не уходят как только деньги соберутся прикуплю камеру и будем снимать немножко в другом формате очень охота снимать вам ознакомить вас с диагностикой именно системы зарядки потому что каждый день подъезжает ну минимум пять машин 5 машин марки разные у всех свои нюансы у всех свои больные точки которые ну с которым я уже познакомился хотелось бы познакомить с этими точками и вас чтобы вы не ломали копия не рыли не копали а сразу по ткнули пальцами сказали вот здесь лови удачу на сдачу блять ну что друзья всем добра удачи здоровья всего самого наилучшего всем пока и берегите свои батарейки